Вопросы, которые обсуждаются, очень серьезные и хорошо, если нам нравится, мы слушаем. Пожалуйста. Мы можем с реакцией правильного, просто очень интересного выступал, Ненадий Андреевич, сроком, 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 сроком. Более конкретно. У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведет антигосударственную линию. Поведение отвратительное. Вот где этот человек когда-нибудь работает? Где-то есть учреждение, где он просто пришел в работу. У нас каждый день миллионы людей идут работать. А такие, как Навальный, занимаются тем, что принимают все меры к разрушению нашего государства. Но ведь все, ну и все, каков подлец. Встречают лучше, чем президент любой страны. Столько полиции, столько мегалов. И так же провожают. Весь мир рулит. Но понятно, что человек оттуда. Человек завербован давно уже. Как, так сказать, диверсант. Ну, как человек, которого обучили здесь создавать ситуацию. Типа в Киеве, Майдане, Тбилиси и так далее. Просто вратина о нем говорит. Но он есть. И находятся те, кто поддерживает. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки. Кто они поддерживают? Нормальный человек пошел на работу. А не встречать кого-то в аэропорту. Учеб чужой для нас. Его, как паршевого котенка, вышлили оттуда. Он же там в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы Запада, помочь ему остаться назад. Как Водоковский, Березовский и вся прочая шваль. У которых три варианта пути. Я об этом сказал 20 лет назад. Тюрьма, эмиграция или могила. Вот и так приблизительно ими уже распределись. Кто-то в могилу лег, кто-то в тюрьме сидел или сядет. Кто-то ушел в эмиграцию. Это же подлый человек. Вы понимаете, что он вчера обрушил наши финансы. Сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя. Фамилия Навальев. Он навалил столько гадости на нашу страну. Борется с нами, он один. Кто такой? Его не с кем сравнивать. И не надо сравнивать. Это новое изобретение. Они в наглую готовят в Ельском индустрии. Поэтому мы должны все-таки правильно давать оценку в свое время. Ведь у нас здесь сидят депутаты, которые с этой структурой сотрудничают. Помогают ей участвовать в наших выборах. А везде сидят. Здесь фракция, которая одела бедный лент. Это тоже был путь к Майдану. Это тоже нужно все учить. Нет, примечательно. А вдруг эти выигрывают. А вдруг другие. У нас больше ничего не будет. Никакой революции. В Томске, как в Америке. Но таких вот прохвостов, как Навальный, надо жестко разоблачать. И я уверен, что миллионы граждан нашей страны хотели бы, чтобы их всех постигло участь. То, которое я сказал. Вот уехали в эмиграцию, пусть там сидят. Или здесь в тюрьме пускай сидят. Надо прекратить. Любую общественную практическую деятельность таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту. Потом проливаются реки крови. Мы вовремя не арестовываем будущих вождей, эволюционеров. А потом говорим, что там свершилось. Да ничего не свершится, если не будет оплачено к агентам. Сколько денег вот получилось за границей? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение? Он отсидел всего 500 дней. Админициативный арест. Надо было дать 20 лет срок. Он сидел бы и как Кадраковский. И сейчас. Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы. На север. Туда. Где тундра. Где птица на лету залезает и падает на землю. Это люди, которые своими действиями подрывают устои нашего государства. Это дикость. Люди водного характера. Гнусного поведения. Отвратительного. Лидер оппозиции. Какой лидер оппозиции? 30 лет назад я был семиплассником и списывал контрольные паритетики в школе в своей мае. А я был уже календарь президентной страны. Он оказывается лидер оппозиции. Оппозиция из идиотов, может быть. И больных людей. И авантюристов. Все издевенцы наши, которые сидят на шее у наших людей, которые работают каждый день. И за них не хватает нам денег на образование, на лекарства и так далее. Знаете, вы что ли заметили, как вчера рубль опустился? Десятые доли процента, а в рублях сколько это? Мускаймен скажет, Макаров, Аксаков, председатель комитета. Сколько это миллиардов было? Один негодяй вернулся в Москву. Кто такой вернулся? Кто тебя ждал здесь? Самолет мог перевернуться. Все два часа у меня там интервью брали. Что за пассажирный самолет? Все иностранные журналисты. Что это? Граждане России? Из Берлина в Москву ехали. Все провокация в чистом мире. Ведь им еще аэропорт давать и тот, который ему хочется. И сел в лучшем аэропорту нашей страны. Поэтому с такими людьми надо вести борьбу решительную. Это отбросы нашего общества. Политические отбросы. Наверняка он был пионером. Потому что он в школе учился еще. Советская власть была. 30 лет назад он был в своем классе. Кто его выучил? Кто его подготовил? Когда же все было нормально? Потому что в последние 20 лет вот такой продукт мерзости появляется у нас на политической сцене. И уже с этим шутить нельзя. Мы не хотим в репрессии, как это началось в Америке. Но он заслужил давно уже нормальное наказание. Так сказать, не условное, не домашний арест. Со всеми его, так сказать, злодеями. Человек вредит стране напрямую. Каждый день, каждый час. Где его рабочее место? Где туда его коллектив? Соглась кучка авантюристов. Они борются с коррупцией. А мы что в этом зале делаем 30 лет уже? Мы здесь поступаем постоянно и говорим про коррупцию. И скрывается она. Здесь заристовывают нашим депутатам. Верхний палат. А он при чем здесь? А он тюрист в чистом мире. На него нет слов в русском языке. Не хватает. Чтобы обозначить всю его деятельность. Деятельность наглеца. Одного человека. Гнусного человека. Отвратительного. И он на расчет раидских фраг. Он каких детей воспитает. Потом он будет мучиться еще заниматься его детьми. Когда он снова сбежит за границу. Ведь он не нужен там. Выкинули его. Прошли его котенку. Он не нужен. Облезли все. Все три месяца там валялся ногами. Жил в лучшем отеле. А ты, оказывается, он болел. Как ты болел? Ты чем болел? Отравление или умирает человек, или ты брешь все, что тебя отравили. Нельзя отравить наполовину. Как нельзя быть беременна наполовину. Можно быть беременна? Или беременность, или ее нет. Или отравили тебя в морг возить надо. Или тебя не отравили, ты мозги свои, как сказать, нам направляешь. Отравили, как сказать. Алеша сотричал в самолете. При отравлении никто не кричит. Кричат сумасшедшие. Когда отравили, лег и лежит мертвый. Без всякого движения. Все. Полностью отключен организм. И нужно 30-секунд на это отравили. И весь вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма, да? Сходить на перевязки, давление не лечит. А если отравление, какое амбулаторное лечение ты 3 месяца шляешься по Европу? Ни одной справки не привез. Покажи документы. А если дай, так большие документы. Поэтому подлость на подлость. Это отвратительный человек. Просто противно говорить о нем с высокой трибуны Государственной Думы. Но мы же видим, как они все встали. Как под копирку все заявления вышли в утром. Вся Европа, все общественные организации, вся пресса. Все готово уже. Они же не знали, может он вообще не прийдет. Самолет раздвернется в другую сторону. Все уже готово. Что он уже арестован. Как он еще летит в самолет? Вы что, публикуете, какую информацию даете? Поэтому нужны самые жесткие меры в отношении таких людей, как Навальный. Их не должно быть ни в нашем обществе, ни в нашем государстве. И достаточно тех действий противоправных, которые он совершил. Он должен ли сидеть пожизненно в наших тюрьмах, самых лучших, на крайнем севере. Или же он должен уехать навсегда, как Кадырковский. Поэтому мы не можем терпеть людей, которые совершают поступки, которые вредят нам. И которые подрывают наше общество, мешают нам жить. И все это один. Один человек, которого используют весь Запад и мой скользкий. Это чудовище. Поэтому позор каким-то на Барнии. Нужно изолировать их в наше общество. И защитить наше общество. Хотя на этого подлеца жалко время тратить. Это время для наших граждан. Нас сюда направили защищать наших граждан. Которые работают. Минус 50 якутий. Где-то там снежные лобовины. Люди где-то там аварии какие-то. А этот гуляет по Европам. И здесь появляется, как сказать, и что-то улучшит еще. Что он делает? Призывает людей. Трампа джуте импичных не объявили. Он не призывал в закладе капиталии. А это призывает давать и бороться. Постеркательство к общественным беспорядкам. Это тоже должно быть осуждено. И должно войти в статью одного из приговоров. За его антигосударственные выступления. Поэтому нужно создать нетерпимую обстановку. Чтобы не порождались новые Навальные. Чтобы он стал последним. Которые нам создавали эти неприятные ситуации. Мы вынуждены ими заниматься. И чтобы все поняли, насколько это отвратительный человек. И сколько гадостей он нам сделал. Но мы должны все силы принять, чтобы больше таких, как Навальный, не было в нашей стране. Спасибо, Владимир Вольфович. Уважаемые коллеги. По этому вопросу, насколько я отношусь, я бы сказал, что на Дриве, было бы вперед в Москве. Правда, сегодня, Владимир Вольфович, нельзя врушать страну. Сегодня в виде инструмента используется Навальный, западными спецслужбами, РУСД. Он должен быть понимать, что все, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача – не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь не проводил муниципалитет. Страну надо защищать. А если еще предал страну, если он находится на финансировании иностранных государств, нечего ему делать. Ни в каких органах власти. И тем более, нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, тем, кто представляет наших граждан в разных органах власти. Потому что есть такие, желая опереться на поддержку и получить дополнительные голоса, включая этот союз. А он на самом деле разрушительный для нашей страны. Поэтому давайте об этом тоже всегда помнить. И хорошо то, что высказались по этому вопросу. Лидеры оппозиционных партий. Мы с вами представляем страну, где многопартийная система. Ни двух партийных, ни одна партия. Многопартийная. В парламенте четыре политических партии, из которых три оппозиционных. И когда все объединяемся для защиты интересов страны, это крайне важно. При той ситуации вызову, когда Геннадий Андреевич говорит, что у нас многие с Сталин вопросы не решены. Они почему не решены? Они решены в том числе по причине, что блокада практически вокруг. И об этом он говорит правильный. А такие, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабление нашего государства. Их было больше в 90-е годы. Советники были во всех министерствах. Так, Геннадий Андреевич? Так. От страны практически ничего не осталось. Но тогда все нам прескали говоря о том, что демократично все проходило. Ага, демократично. Поэтому, когда речь об этом идет, мы должны понимать, главная страна, главное защита ее интересов и граждан. Поэтому все те, кто является наимитыми других государств, по-другому не скажет, задумать. Вот вы думаете, если бы наши спецфори привезли американца в аэропорт, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как кто-то туда прилетел. еще неизвестно, чему лечили. А мы сейчас начинаем рассуждать на эту тему и в принципе какие-то сомнения, как будто у кого-то нет сомнений. В данном случае он пешка чужой в большой игре. но эта игра отнюдь недружественна и опасна для нашей страны. Поэтому если голова в плечах есть, пускай занимается своими уголовными делами, адвокатов у него много, они высокооплачены, пускай в общей понимании. Спасибо за поддержку. Тем более, я еще раз хочу подчеркнуть, не планировал выступать, да и не имел права. Но вчерашнее интервью Геннадия Андреевича в отношении кого считает оппозиционером, а кого нет, оно все стоит на свои места. А сегодняшнее выступление Владимира Вольфовича в этом же ритм. А это политики, это лидеры партии, за которых десятки миллионов голосовали. Это те, кто представляет партийно-политическую систему нашей страны. Поэтому давайте этот разговор крайне важный, актуалит в Читове, тем более мы уже об этом говорили. Будем всегда последовательно исходить из того, у страны будет все хорошо. Это наша задача, это цель, ради чего мы сюда пришли. Здесь можно было бы и объединить независимо от активно пристрастие идеологии нашу работу.